Всем привет! С вами Франк Лусабер, профессиональный кондитер. Сегодня мы вместе с вами приготовим нежнейший и прекрасный десерт Бупи Пай Красный Бархат. Он идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить десерт на скорую руку. И первым делом я хочу вам показать, каким получается десерт вкусным и соблазнительным. Ну что, захотели попробовать? Давайте готовить! Для начала соедините размягченное сливочное масло вместе с сахаром. Взбейте до однородного состояния. По одному введите яйцо, после чего взбейте хорошенечко. Следом наведите желток и взбейте до пышного состояния массы. Далее добавьте кефир, чем жирнее, тем вкуснее. И далее растительное масло. Снова все хорошенечко взбейте. Подготовим сухие ингредиенты. В отдельной чаше соедините муку, соду, разрыхлитель и какао. Хорошо перемешайте. Я для этого воспользовалась снова миксером. Половину сухой смеси введите в яичную смесь. Перемешайте. После чего добавьте остаток в мучную смесь и снова перемешайте. Осталось добавить краситель, благодаря которому у нас получится очень красивое красное бархатное тесто. Я использую краситель российского производителя Рост Декор. Это гелевый краситель и он прекрасно подходит для теста. Осталось хорошенечко взбить. В итоге у вас получается густое тесто, но при этом оно держит немного формы. Переложите тесто в кондитерский мешок, после чего отсадите круги диаметром приблизительно 6 см. Если у вас нет кондитерского мешка, можно воспользоваться обычной столовой ложкой. Выпекайте уже в разогретой духовке до 175 градусов приблизительно 12-15 минут. Дайте крышечкам хорошо остыть. Только после этого снимайте крышки с пергамента. Смотрите, какие у нас получаются красивые воздушные мини-бисквиты. Они очень-очень воздушные и очень-очень мягкие. Находим пару для каждой крышки. Они должны соответствовать по диаметру. Подготовьте крем. Соедините сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Взбейте 2-3 минуты. Добавьте творожный сыр. Взбейте еще буквально 1 минуту. Нужно, чтобы вся масса была однородной. Заполните крышки кремом, после чего второй половинкой накройте их для того, чтобы получить мини-сэндвичи. В идеале после этого убрать их в холодильник минимум на 2 часа. Благодаря этому бисквит становится более влажным и насыщенным. Но если вам не терпится, то можно захватить в плен одно пирожное. Ну а теперь самое приятное. Это дегустация. Давайте вместе его попробуем. Это прекрасный десерт с воздушным бисквитом и нежнейшим кремом. Он как настоящее облачко. Я думаю, он вам обязательно понравится. Готовьте. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Так давайте вместе готовить вкусные и прекрасные десерты.